Всем привет! Вы смотрите программу «Под северным небом». Меня зовут Александр Смирнов. И сегодня мы подводим астрономические итоги уходящего 2016 года. Наверное, самым громким событием стало открытие гравитационных волн, точнее их фиксирование на земных детекторах. Это практическое доказательство теории относительности Эйнштейна. И найдено оно спустя 100 лет после опубликования знаменитого научного труда. Вполне возможно, что за это открытие будет вручена Нобелевская премия. Были в этом году и важные космические миссии. Одни заканчивались, другие переходили в активную стадию. Компания SpaceX научилась сажать ступень ракеты на плавучую платформу. На комете Чурюмова-Герасименко закончил свою работу аппарат «Розетта», который передал нам множество фотографий и данных об этом космическом объекте. К сожалению, спустя две недели после окончания миссии ушел из жизни и открыватель кометы Клим Иванович Чурюмов. С июля у Юпитера работает космический аппарат Юнона, а у красной планеты миссия «Экзомарс», в которой участвует и Россия. Кстати, в мае у Марса было противостояние, и он неплохо был виден на небе, невысоко над горизонтом, в том числе и в Вологодской области. Вообще, надо сказать, что в 2016 году было несколько интересных астрономических явлений, которые могли увидеть в Вологжане. Началось все сближение Венеры и Сатурна 9 января. На небе они были так близко, что почти сливались в одну яркую звездочку. Кстати, в Вологде в ту ночь было ясно и минус 32 градуса. 9 мая небо украсили сразу два явления. Ночью полярное сияние, а днем прохождение Меркурия по диску Солнца. И если сияние для Вологды в принципе не редкость, то Меркурий последний раз наблюдался на фоне Солнца аж в 2003 году, а в следующий раз это произойдет в 2049. К слову, с погодой нам в принципе повезло, и Меркурий можно было увидеть в телескоп со специальным солнечным фильтром, как небольшую черную точку, которая перемещается на фоне нашей главной звезды. А вот в августе небо украсил традиционный звездопад под названием Персеиды, и в этом году метеорный поток выдал настоящую феерию. За час можно было увидеть до 150 падающих звезд, ярких, впечатляющих. Наблюдение Персеид организовал и Вологодский астроклуб. Собралось около 30 человек. Я думаю, те, кто выбрался 12 августа под звездное небо, нисколько не пожалел. Теперь мы с интересом смотрим в Новый год. Там тоже будет много замечательных астрономических явлений, и о них я расскажу в следующих передачах под северным небом. А на сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok